Чика-чика-чика! Хе-хе-хе! Привет! Всех приветствую! Это Мир глазами охотника! С вами, как всегда, я Сергей! Ну что, расскажу, как мы поохотились на выходных! Уже получается поза прошлых немножко не получается Не успеваю сейчас монтировать видео Нет особо свободного времени Погода была туманной Затянули все напрочь Мы в субботу встретились с большой компанией, с друзьями Ну, там мы больше отдыхали, чем охотились Я один охотник и четыре загонщика моих Фото было интересное Мне довелось добыть одного зайца В принципе Еще там были моменты которые можно было выложить Но уже в конце охоты я начал лазить в камере и хотел там кое-что удалить чтобы освободить место и нечаянно удалил, в общем, все Ну да Так получилось И уже когда я шел к машине как обычно у меня в последнее время иду я к машине и буквально вот дорога я уже думаю надо разряжать ружье разряжаю ружье 10 метров от меня поднимается заяц выскакивает на дорогу еще так вдоль дороги короче, можно было конкретно по нему стрелять ну, за секунд 10 или 15 до этого я разрядил ружье и, в общем, зайца-то проморгал на следующий день мы тоже пошли ходили, ходили как бы вообще ничего такого интересного не было ну, это было воскресенье мы совсем на чуть-чуть как бы вышли на охоту походили, походили и опять же уже возле деревни я решил уже все разъехались мы с Владом только остались вдвоем решили пройтись там возле деревни по таким заброшенным местам ну, и я уже как бы у меня такое настроение не очень было охотничь ушел и поднимается заяц практически с под ног ну, такая травка немножко высоковата я стрельнул первым промазал и там еще вдогонку ему несколько раз стрельнул в общем-то промазал не добыл зайца хотя шанс был хороший в понедельник, получается мы отдохнули на охоту не пошли во вторник решили с Димоном поехать поохотиться на зайца, в общем я там никогда не охотился в этих местах решили разведать как бы новое немножко угодья там возле одной деревни прошлись такие вообще конкретные такие зайчьи места прошли потом возле фермы тоже такие конкретные места и травка такая зачетная ну, явно и Лешки зайца находили поля где там пахота где озимка шли по траве такой и нигде у нас не получалось поднять зайца и собаки в общем-то с нами были и места как бы были перспективные но шли-шли-шли мы а зайца не получалось поднять и уже где-то там несколько часов мы проходили так нормально километраж навернули и в самых корчах у Димона с под ног вырывается заяц там трава по пояс прик... так подожди где эта наша машина в кого ты стрелял в самых корчах в общем-то трава по поясу у Димона вырывается заяц он там пытался раз в него стрельнуть но как бы не попал он его просто мелькнул и все и пошел пошел в общем-то в глубине-глубине и ортолетик полетел в общем-то собака его схватила уцепила и погнала в свет забежала в соснячок там еще вроде одного зайца подняла начала гонять гонять ну и мы как-то так до обеда бурно охотились охотились и ничего не получалось у нас в общем-то ничего мы даже не видели ну кроме того зайца все у Димона из-под ног выскочил потом решили проверить заброшенную деревню хуторок такой там сады в общем корчи здесь где зайцу лечь я пошел угол поля думаю захвачу такой с травкой перспективной прошелся там ничего не поднял слышу выстрел смотрю Димон с зайцем уже машет мне мол есть в таком большом кусту топинамбура в таких дебрях он зашился этот заяц и лайма выгнала его ну Димон его сразу стрельнул она буквально по одной сигулеток большеватый с полюшком тебя спасибо покажи зайц ооо давно ненормальный да три ветра будет снова уходить встал на начало растякнуло стоистую нету вижу медленно так и на дорогу ускакивает еще попал мне кажется он испугался и умер блин голова какая-то большая да а тело такое не очень но голова знатная умный да деревенский зайчик большой ну немалый такой нормальный не фигалет оказалось как что на следующий день и через день был дождь зайц походу чувствовал непогоду забивался поглубже глубже в корчи чтобы переждать все таки эту непогоду ну и мы решили еще прозондировать эти заброшенные участки и в общем-то зашли сразу на один там дичка слива такие корчи поросли чего туда забежала подняла зайца укатила его в деревню мы что-то раз-раз разгруппировались я прошел чуть дальше и буквально в следующем же корче тоже такой же дички сливы лайма поднимает зайца тоже ау-ау и угнала через деревню молодняк ну интересненько так получилось буквально на таком небольшом участке целый день мы не ходили ничего не поднимали а тут на небольшом участке в деревне сразу три зайца подняли ну как в деревне заброшенной деревне ну добыли как бы одного зайца уже начали направляться в сторону дома смотрим неплохие корчики канава лоза трава думаю ну можно пройти посмотреть пошли в одну сторону ничего не подняли перешли идем и тоже назад тоже как бы через карту тоже такие же корчи и отдельно такой куст стоит и димон говорит сейчас я там зайца подниму ну и мы его как бы обходим с двух сторон а кустик совсем небольшой я смотрю собаки подбегают как бы понюхали что-то и дальше пробежали я думаю все зайца здесь не будет отворачиваю и буквально я уже отвернул в другую сторону если бы я дальше пошел как бы к этому кусту все было бы по-другому может быть блин а че ты так поздно начал стрелять ну походу а я туда выскочу и выскакивает заяц я кричу о заяц стреляю в него но мне как бы немножко далековато димон его поздновато увидел но зайца он заранил как бы видно попадание собаки благополучно его загнали в корчи я думаю надо перепрыгнуть вдруг он крутнет обратно я в корчи залетел перешел канаву благо там воды было немного вылетаю стою слушаю собак собаки где-то далеко и начинаю немножко двигаться двигаюсь как бы на середину карты на середину травы трава там такая высокая где-то по колено где-то чуть выше ниже и буквально и буквально я замечаю заяц как партизан он не то что бежит а там крадется по этой траве там доля секунды он промелькнул я на опережение ему стреляю с двух нулей есть есть и и с 以上 и м и и и и и zoos Молодец, 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 добрал, добрал, да, молодец, 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 я смотрю, знаешь, в корче все заградывает, мне далековато было, вставай, вставай так на него, в корче, и, о, я поворачиваюсь, он уже кочет, я думаю, не выпрыгнет и буду туда идти, чтобы я, знаешь, поближе к нему шел, чтобы стрелял бы нормально, а так я далековато стрелял, я тут стрелял нормально, ну, стояние мне там было, ну, метров сорок, ну, я и попал, я вот как до березы уже стрелял, далековато, ну, у меня была, у меня была заряжена троечка, двоечка, по-моему, и два нуля остальные, я два выстрелял, не успел дозарядиться, и, ну, уже что было, то было, с двух нулей в него попал, ну, в общем-то, нормально взял второго зайчика, по зайцу взяли, как бы, это уже восьмой на моем счету, недалеко совсем от города, вот я хожу Чиву выгуливаю, вот там город, вот Чива там бегает, а вот зайчики тут походили, тут их никто не трогает, охотиться нельзя, здесь они бегают хорошо, значит, еще такая тема, осталась у меня девочка от Чивы, зовут Чика, на нее была бронь, парень мне там голову дурил, дурил целый месяц, спросил, подожди, подожди, подержи чуть-чуть, подержи, в итоге он отказался, как бы кинул меня, не очень хорошо так получилось, осталась Чика без хозяина, и я многим людям отказал, как уже два месяца, интересная такая, нос к земле держит, поисковая вроде должна быть, кто хочет стать счастливым обладателем, уже почти рабочей собаки, пишите, ну, а так, что могу сказать, ходите на охоту, ходите на природу, ходите на рыбалку, подписывайтесь на мой канал, оценивайте видео, встретимся в угодьях, Чива, пошли домой,